И так, друзья, обещал вам, что предоставляю небезызвестного Виктора Клименко. Виктор, приветствую вас. Впервые ваш дебют на телеканале «Импакт». Наверное. Рады иметь вас. Спасибо. Итак, с Европы. У вас специальная поездка здесь. Вы проводили с участием поместных, как мы говорим, калифорнийских церквей, проводили целое мероприятие, посвященному Дню Израиля. Да. И, Виктор, вкратце мы говорили с вами до эфира, что наша встреча с вами состоялась в далеком Магадане впервые. Это был 98-й год. Что-то забыл, но всего никак не забудь. Первый, как я тебе сказал, это не забуду так долго сидеть в самолете. Это 12 часов или 14. Вы же еще с Европы на Москву, наверное, летели. И затем, у нас тогда, кстати, первый эфир состоялся. Мы тогда только начинали. И мы начинали телевидение в Магадане. Это был эфир «Ваше свидетельство». И особо «Ваше свидетельство» о матери. Какую роль в вашей жизни сыграла моя. У меня есть это. Программа называлась «Сила Креста». Это было доброе начало того, что сегодня является целый круглосуточный телеканал «Импакт». Поэтому это доброе начало. Вы стояли и у стоков. А как мой русский язык в то время? У вас прекрасный русский язык. Ты правда говоришь? Конечно. В то время у вас был чудесный русский язык. Сейчас, наверное, уже забыл. Нет, вы владеете в совершенстве языков. Нет, проблема в том, что у нас час сидеть с тобой. Я хочу уже сейчас предупредить, что мой русский язык ломаный и ограниченный. Я все время делаю перевод из финского языка. Потому что я прошел финскую школу. И она еще, если приехала сюда только на неделю, я еще не перешел на русский язык. Ты спрашиваешь, я перевод делаю из финского языка порываю назад. Так что, если я смотрю тебе вот так длинно, то спроси еще раз. Виктор, у вас уникальный язык, который называется ваше творчество. Этот язык все понимают. Вот позвольте мне сделать такую ремарку, Виктор, что вот в современном обществе, даже в христианском, появляется много такое не христианское, не церковное слово. Но с разрешения зрителей и с вашего. Я использую попсы. Вот много попсы такой, ну, молодежной такой, подростковой, да. Ваше же творчество, оно затрагивает на протяжении десятилетий. То есть ту категорию наших зрителей, ваших поклонников, так скажу, которым по сердцу ваше творчество. Вид вашего исполнения. То есть там, это не попса, но это что-то то, что настолько касается струн души, что рядом никакая попса не стояла. У меня есть ответ на это. Есть, да. У вас есть ответ. И, кстати, вот песня о матери, мы попросим наших операторов поставить эту песню, вот через 20 минут снова ее услышат наши зрители. Просто ваш ответ. Я большую работу сделала на эту. Очень большой труд. После войны мы приехали в Финляндию. Мы хотели, мы же были их враги, и хотели прятаться как быстрее у финскую культуру. Но они не дали этого. Фины точно дали тебе знать, что ты не финн. Баф! Видишь? После войны это вот так. И второе дело было то, что оттуда пришел ответ. Я не финн. А кто это? Кто я, если я не финн? Мой идентитет. У меня была очень большая проблема с идентитетом. Кто я? Откуда я? И я начал тогда заниматься с этим, откуда мои корни, кто мой дедушка, кто мои предцы, кто оттуда. А потом дальше я начал заниматься старинному русскому культуру, старинным романцам, песням, читал. Потом я начал разъезжаться по всему миру, как певец уже на русские народные песни. Познакомился с эмиграцией. У Парижа эмиграция, у Лондона эмиграция, у Сан-Франциско эмиграция. Я как-то сосал всю эту старинную царскую во время культуру эмигрантов, которые отделялись очень сильно от культуры Советского Союза. Это был почти как день и ночь. — Серьезно? — Да. — На то время? — На то время. — Чем оно выделялось? — Ну, дух. Как-то я не могу сказать. Это славянская душа. И я искал вот этого. Где есть славянская душа? И культура. Из культуры нужно найти его. Почему он так сказал? Почему? У меня огромная коллекция старинных, старинных песен, народной песни, которые я собирал у Парижа, у Лондона. Я собирал и слушал. Мои корни не из Советского Союза. Мои корни из эмиграции. — Скажите, Виктор, по ходу. Американская культура и субкультура, они являются собой винегрет. Как таковой культуры есть. Не в обиду будет сказано, есть много без культуры. Но как таковой культуры, ярко выраженной, вот так, как вы говорите, за славянской, такого нет. — Нет, нет. — Нашли вы ли этот винегрет в Финляндии? Или там что-то было тоже обособленное, вот отдельное? — Я не могу сказать, что мне чистая славянская культура, потому что она все равно смешана. Чуть-чуть она смешана. Но все равно это душа. Я ищу мои корни. Вот это я ищу, откуда я, кто я. И эта культура помогает мне найти его. Каждый раз, когда прочитаю что-то про старинных времен, дедушка-казак, что значит казак? Почему казаки поделились? Почему вы красные казаки? Почему вы белые казаки? Почему вот эти вопросы, вопросы, через это я вникнул в эту культуру. Я не знаю, она чистая или нет, но я нашел мой идентитет. Я уникальный. И это не идет по верхности. Я не продаю его. Я его не продаю. Если вот американская культура, она живет по верхам. Все можно продать. Все на продаже. Это бизнес. А эта старинная русская душа, она не продается. Она страдает. В этом страдании растет и цветет красивые цветы. Поэтому до тех пор, до каких будут ценители этого внутреннего, до тех пор вы будете иметь поклонников в мире? Может быть. Но реакция... Например, у нас был такой крошеческий вечер у Питера. Симфонический оркестр, потом мой свой блог был, я спел мои песни. После этого некоторые люди пришли, где вы были, откуда, что у вас такого? Они почувствовали только эту душу. Не то, что я исполняю через это. Среди этого исполняют... Когда я исполняю, пою. Люди чувствуют что-то такого, это генетичный связь. Понимаю, да. Мне это напомнило. Я тогда впервые лицом к лицу с вами встретился в том же самом Магадане, о чем мы говорили. И вы помните, зал был переполнен. Дом культуры или дворец культуры. Прямо в центре Магадана. Культура. Там, не знаю, что от этой культуры осталось, но, тем не менее, после этой перестрелки или перестройки, там уже смешались кони-люди. Да, да. Но, тем не менее, ваше исполнение, это было взрывом. Да. Да, это было взрывом настолько... И вы помните реакцию слушателей? Помню. Да. Теперь у меня был вопрос, а у тебя, почему это был взрыв? Что? Лично для меня. Да, ну, а кого я спросил бы этого? Какая реакция? Что тут? Потому что я это... Я же не делаю, я не манипулирую людей. Да. Я приду, и я хочу быть тот, чем я мечтаю. Да. Мечта у меня, моя крепость, моя мечта. Я мечтаю быть тот, кто я нет. Кто я, видишь? Когда я потерял свой идентик в Финляндии, я начал искать свой идентик. И это мечта быть славян. Видите, то, что произошло у нас, к глубокому сожалению, в рамках эмиграции сегодняшнего дня. Кто-кто, но многие из нас потеряли. Оно размыто, как размытые берега. Да. Что-что потеряли. Мы боимся того, что мы, видители, славяне. Мы боимся, когда говорят, рашин, особенно подростки и молодежь, они шарахаются от этого слова. Они ненавидят это. Почему вы ненавидите-то? Да это богатейшая же культура. А плюс к этому мы еще говорим о том, что мы все-таки оцерковленные. Все-таки у нас есть что-то такое внутреннее, духовное. Пожалуйста, пожалуйста. Вы приехали в Америку. Вот это эмиграция. Вас приняли сюда. Вам даже велфер давали. Вам все помогали. Было. А мы приехали в Финляндию. Мы были враги. Я же, можно сказать, ну война же была. Да, да, да. Это были какие года? Мы переселились в Финляндии. Мы регистрировались в Финляндии. Это первая регистрация года, когда я вижу, это было летом 45-м. О, да, да. Это война. После войны. Да, да. И если там я был их враг, то мне нужно сказать, ну кто я? Я зачепился за нашу культуру. Кто я? Можно сказать, что я заплатил очень высокую цену. То, что у меня было смелость и желание быть я. Если я не Финн, то я русский. Что же все-таки помогло вам, Виктор, сохранить это? Если сказать, Бог помог, а по большому счету да. Ну, в то время, наверное, вы уже близко познали Господа чуть попозже, да? Но в молодости все-таки вы великий подвиг страданий перенесли в этой Финляндии. Ну, это да, да. Перенесли после войны, да. И я искал выхода, как пробиться, что делать. И начал петь. Я видел, что у меня есть какой-то голос. Хоть я не певец, я актер. Мне больше тянет в кинофильме. Хотел бы выступать в кинофильме больше, чем петь. Но все равно я начал искать моего... Я не стыдился моих корней. Они хулить, бьют, а я не стыдился моих корней. Так что я... Потому я чисто заплатил большое весело. Я был гордый, что я славян, что я русский. А потом у спину бьют свои. Финны бьют здесь, ты, 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 русский. А Советский Союз на границе, ты предал Родину. Понимаю, да. Туда не нужно. Там и там не принимать. И здесь не принимают. И потому я начал строить свою. Эмигрант. Эмигрант. Субкультуру. Субкультуру какую-то, да. И так я остался живым. И, как ты сказал, приду куда-то. Она сильную реакцию делает. Так что там есть что-то. Вот я сразу прыгаю по кочкам, да. Прыгаю по кочкам. Какой контраст яркий, резкий, вы заметили. Вот вы не первый раз в Америке, я знаю. Но вот можете поделиться. Между тем, что вы увидели в нас, и тем, через что проходили вы в свое время. Да, вы говорите, Велфера не было. Да, да, да. Но есть что-то другое, еще что-то. Вот анализ могли бы вы провести? Может, это субъективно? Вы скажете, это будет субъективно. Это будет субъективно. Это чисто просто. Но разница есть. Есть. Огромная разница есть. Из Советского Союза, из России. Я не знаю, сколько эмиграции волны было. Наверное, 3-4 волны было. Да, 3 серьезных. 3 серьезных волны. Я познакомился с этой волной, которые убегали, когда коммунизм туда наступил. Вы знали ту волну? Я познакомился с этим людьми, которые в то время. Так что я могу сравняться с людьми, которые убегали из России, и люди, которые ушли из Советского Союза. У них огромная разница. Я не знаю, почему. У характера, у культуры. Они по-разному ведут себя. Продолжай. Но я не знаю, иногда у меня есть хороший друг, психиатр. Он верующий. И я иногда спрашиваю его, откуда это есть? Почему есть разница у славяна и у славяна? Он сказал, ну, человеку таким, как они выращают, так ему будет. Как ему учили, так ему будет. И если у России было сильное желание, так как это Ленин, по-моему, сказал, мы вырастим сюда новую хому субъектикус. Но появился хому субъектикус. Да. А мы тогда кто? Кто мы тогда? Есть хому субъектикус и старинные эмиграции, которые часто сталкиваются. А все-таки, ну, что общее нас объединяет? Язык. Язык. Это всего лишь. Это язык, да. И потом, как ты ведешь себя? Культура, как знала, какая культура? А вот скажите, лично для меня, по секрету, ну, может, еще кто-то в прямом эфире тоже досмотрит. Это даже мне? Это же мне секрет тоже. Я не знаю, с кем открывать этого секрета. Окей. Вот разница между финнами. Да. И американцами. Очень большая разница. Очень большая. Очень большая разница, да. Пожалуйста, приложите толкование. Финны ближе шведов, норвецов или Дании. Потому что у нас общая культура демокрации. Это такие сильные демократические страны, где культура... И тем более Финляндия же была под шведского властья где-то 400 лет. И под русского властья где-то 100 или 200 лет, может быть. Да, да, да. Так что финны получили культуру и оттуда, и оттуда. У финны какая-то смешанная культура шведского, скандинавского, славянского и своего. У финнов очень сильная своя культура. Но финны любят, финны склоняются, это мое мнение, больше на славянского. А может быть, потому что они не любят 400 лет под шведского властья. Они, у них своя культура, которая очень похожа на славянского. И когда длинное время после этого войны прошло где-то 65-68 году, финны уже забывали эту войну. И уже начали принимать славянского культура обратно. — Финны мало улыбаются или много, как американцы? — Нет, финны мало улыбаются. — Так как и шведы, наверное. — Ну, сейчас они научились уже вот такой, какой-то дешевый улыбкой. — Пластмассовая. Да, да, да. А что заставило улыбаться финн дешевой улыбкой? А, деньги. — Деньги. — Потому что улыбка в седах продаёт лучше, чем такая, как сказать, как лимон. — Да, ну, есть свои плюсы и есть минусы в этой пластмассовой штучной улыбке. — Ну, улыбка в седах. — Да. — Легче продать. Улыбку легче продать, чем это. — У меня есть позитив, вот в американской улыбке, есть свой негатив. То, что можно почерпнуть, но я не говорю о штучной, я не говорю о пластмассовой стороне нашего «я», но вместе с тем мы слишком были суровы, как результат наслоения режима. Вот мы были такие вот, как политбюро все-таки строгие. Я, когда попал, первый раз посмотрел на смех лондонского парламента, когда они аж за животы держатся во время своих рабочих, деловых, политических дискуссий. И американский конгресс, когда они смеются громко в конгрессе, при решении там государственных дел. Я был шокирован, потому что нам показывали сторону вот этих мироправителей, такое серое выражение лица, маски такие вот, ничего не значащие, из-за этой маски непонятно что сказать. То есть эта сторона мне понравилась все-таки, хотя вот свои, как я говорил, плюсы и минусы. Друзья, у вас на телеэкране телефон, это телефон прямого эфира. Если у вас есть по существу вопрос, или ответ, или даже ответ. Может, кто-то хочет подискуссировать с нами. Ну, у нас мало времени будет все равно, если найдется какой-то очень старый эмигрант, который еще помнить, то от него он может получить, он прожил здесь. Мы приобщим вас, мы обязательно, ваше мнение, оно будет озвучено в рамках этого эфира. Да, это будет здорово. Потому что у Франции была очень сильная вот эта культура эмиграции, которые... Это белогвардейцы, наверное, они оттуда. Да, 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 у них была сильная культура. Там я с ним познакомился чуть-чуть, эту культуру, как они вышли. Там же в Франции была русская школа, православная церковь. Они очень прикованы были к этому. И когда я пришел в Париже выступать, то они на меня так смотрели уже, потому что я был слишком молодой для этого. Они не знали, я славян, русский или коммунист, который... С каким репертуаром вы вышли туда, кстати? Еще и до того, это было до обращения. Да, 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 это было до обращения, потому что я обратился к Господу у Парижа. То мой репертуар был у старинных певцов, этих старых певцов. Я же встретил у Парижа этих Алеша Дмитриевича, Валя Дмитриевича, эти легендарные цыганские певцы. От них я много получил. Они на ура вас приняли, конечно. Да нет. Нет. Зависть или что-то. Серьезно. Зависть, потому что я был молодой. Серьезно. Я чуть-чуть лучше пел, как они. Но у них была душа. Я, как сказать, я не смотрел на этого, как технично они поют, как они ведут себя. Как цари. Они были там у Парижа. Ой, как люди любили их. Ну, скажите, Виктор, вот ничего, кроме вот этого царского величия, не осталось. Ничего не осталось. Потому что остались без родины, без гражданства. Наверное, без финансов тоже. Или все-таки кое-кто сумел все-таки перейти. Ну, вот откуда, как оно осталось? И сохранилось, наверное, вот это царское величие. Я думаю, что там было то, что... Потому что мы старые эмигранты. Потому что я был последник этих эмигрантов, которые мечтали, мы вернемся на родину. Это была наша последняя свечка. Мы вернемся. А потом она уже начало гаснется. Гаснется. Дети уже... Да нет, наверное, нет. А потом, когда перестройка, я считаю, что перестройка чуть-чуть поздно. Опоздание. Не дождались. И вот это hope, как это будет на русском языке? Ожидание. Ожидание. Надежда. Надежда. Мы вернемся. И потому мы держали свою культуру. Мы хотели сохранять его, мы очищали его, слушали старых. И у нас была та самая... У нас была та самая метод. Мы держим старинную культуру. Мы не будем приклеиваться этого гомосоветику. Они... Пускай они делают хоть чего. Это неправильно. Это неправильно. Чтобы она это не приклеилась к нас. Чтобы сохранилось в этом. Я не знаю, как большое значение там было, но для своего идентитета, это очень ясно. Мы не коммуники. Мы оригинальные русские. Мы продолжим эфир с вами. Друзья, это эфир с участием Виктора Клименко. Вы не ошиблись. Композитора, музыканта, певца. Композитор – это не я. Это не вы. Но четыре песни – это ничего. Ну, я пророчески, может, говорю. Может, вы еще молоды. Мы сейчас перейдем на клип. Через несколько секунд. И мы снова встретимся с вами после этого. Мы продолжим разговор. Для меня счастливее. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но когда я начал искать Вот этих старинных песни Там было очень много песни о материи Уважали маму И дома мы уважали маму Мама была как-то ближе, как отец Он с утра пошел на работу Мама всегда была дома Прошли в школу мама дома была Мама молился много за нас Мама на коленях часто была Она стала.. Мама для нас была как сказать символ как это русское слово мы не боялись мама как за да да что-то святое вот чуть попозже я задам вопрос вот таки ваш путь к богу были он тяжелый легкий или но перед этим вот поговорим относительно от того где оказалось россияне вот россия оказалась после этого перестрелочного или перестроечного что там было перестрелка что-то было периода вот какую разницу вы заметили молодая плеяда молодая эпоха людей которые которые все-таки пришла на смену вот уходящего поколения как она воспринимается как воспринимается в европе вот осталось ли что-то как с вашей точки зрения вы знаете и то и другое осталось ли что-то то от того от того но сейчас если так сказать от того все осталось все осталось я вижу я вижу так что вот когда мы приехали фигня вот это эмиграции после второго мировая война у нас было очень трудно эмигрироваться с этом культура эта культура даже для нас была трудная ассимулация до туда а у советского союза когда они хлеб 0 это западная культура уже было изменю я вижу что у им трудно влиться в эту западную культуру они ищут того идентитета который мы ищем думы потому что запад была эта холодная война так сказано запад коммунизм было до запада самый большой враг как же так у западного человека же у его тоже проблем враг вдруг мой не враг у западного человека идет ориентация как с ним вести у их как с ним вести мы продолжим нас есть звонок мы слушаем вас вы в прямом эфире слушаем вас добрый вечер добрый вечер знаете вы задали вопрос о особенности вот наша славянская особенность и наши корни как у ломоносова который учился читать и думать по псалтыри по 8 главе евангелия трианна где христос приходил к авраам это написано 17 и 18 главе в эти вот это прочитал можно понять что какая наша особенность и какие наши славянские корни вот такой вот ну спасибо спасибо я верю это интересно да это интересно это мнение интересно ну вот виктор смотрите но почему это русская душа я говорю о современных я русская душа почему советская душа советская вы меня поправляете несколько раз давайте сделаем договор что я буду все-таки правильно совет советский до советские душа очень правильно так научили почему почему мы хотим раствориться в европейской американской вот этой вот действительность почему а если у меня есть ответ на есть есть но я не умею потому что это не это не моя я слышал наш президент кое висто есть такой он сказал так ясно народ который живет это на степи народ на степи у них всегда есть желание распространяться распространяться и вот так есть русская распространяться распространяться они 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 хотели охватить их весь мир да потому что это идет в эту 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 характер что-то в крови да да нужно распространяться почему я не историю не знаю если нас президент так сказал то он наверное правильно сказал распространяется может быть он хотел объяснить финнам почему русские так хочет переехать у филиндии нам стало известно что очень многие из русских особенно вот северная северная сторона да это наверно мурманск или не на это санкт-петербург они все-таки оккупируют финские территории это правда покупают имеют деньги и я думаю что да есть ответ есть да и да я думаю что это моя мечта потому что бизнесмену россии у его есть очень много проблем там коррупция огромная коррупция все знают плюс милиция плюс государство плюс то плюс то каждому нужно что-то дать у финляндии такого нет нету и потом бизнесмен легче приехать в филляндии он может надеяться что государство будет смотреть ему по закону туда не надо червон и давать чтобы что-то посмотреть вот или там уже спокойно там честные люди если что-то сказали можно так и нет там легче было бы там никто не ввеситься все время на твоих письмах это одна причина почему они хотели бы и теперь они думают и так считать придем в филляндии купим там себе какое-то производство территорию землю купим и можем получим гражданство туда и будем спокойно жить я думаю что вот это одна мотивация понимаем надо таким был ваш путь к богу тяжелым легким катастрофальным катастрофически и не желал бы никому этого и потом некоторые из нас чуть-чуть читали выдержки из вашей книги по моему важенному ты наш путь к богу он такой непонятный для нас как бог да и так что это вот от того можно придумать многие разные истории как я пришел вот одна история вот так другой рассказ третий третий путь четвертый путь по-разному ну какой какой вариант и хотя бы сегодня услышать я единожды задал вопрос подобный а мне мой собеседник говорит наверное легче мне сказать путь бога ко мне потому что говорит да 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 потому что говорит бог всегда меня искал да и нашел и я так послушал думаю интересно вот такое вот замечание все-таки что бог вот ну вот вы воспитывались в религиозной среде но не среди где были рождены свыше как мы говорим папа был по моему да 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 они были очень такие серьезные вещи потому что папа уверовал у концлагеря когда мы сидели концлагере по боже там верили потому что финны финны привезли туда в литературу и мию папа первый раз держал библию руках в концлагере и сразу понял что это то что он искал как-то бог открыли ему все и наша семья было в этом вере как сказать патриарх или веры папа верить на все верующие ходим на собрание а у меня была мечта стать звездой звездой чтобы что-то заработать вот это уже материальные материальный их и и дар художественные дары тянули меня быть звездом и может быть у меня чуть-чуть был талант на каких-то подмостках вы все-таки актерских вы играли играли до того когда было сперва после войны мы были русские русские коммуники там а потом вдруг когда я пробился уже в швеции у норвегии у англии у парижа выступал о тогда я был уже финский казак тогда им пригодилась пригодилась а вот этот кратый известный уже всем но 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 все-таки такие как и у каждого и у многих людей в вашей жизни какой-то кризис наверно произошел я думаю что у каждого если если скажем так я не знаю как бог на этого строго скажет просто по-человечески если ты не придешь к богу так как он хочет то он устроит что ты придешь как-нибудь все равно и крайне если вы тем более если из христианского семьи где отец мама все молятся за тебе тем более папа по церквам уже это молитесь и заведите молитесь и заведите молитесь это было просто война молитвена война а я не хотел так что бог устроит так что придет кризис и ты хочешь нету выхода бог зовут мне у такой тупик что нет выхода нужно решить ну что решить принять бога или продолжать ну как ты продолжать ты вот у пк нету продолжать он остановил не как-то бог молитвы божии дошли бог сделал то что можно сделать человеку остановил потому что бог насильно никого веру не тянет мы примем евросинья и затем на этой мысли вашей что бог насильно не тянет не продолжим добрый вечер добрый вечер и юрий добрый вечер виктор мы очень рады что в нашем городе спасибо и вспоминаем хорошие вспоминаем хорошие времена когда вы приезжали на украину это было в маяке возле одессы помните помню вам было день рождения тогда помню 1990 годы очень хорошего подарок получил очень прекрасное было время там поле мы были запомните на поле мы были там тысячи народа очень прекрасно спасибо большое я мечтаю этих времен назад спасибо даже в 90-х годах да и еще я хотела вам вас просить расскажите ли на вашей семье если это возможно спасибо большое спасибо спасибо вам и так мы эту мысль озвучим чуть позже того как вы говорили но у бога есть авторитет остановить так или так и меня он остановит тотально как сказать у стену темнота упала мою жизнь сегодня сегодня на этого найдется ответ логичный ответ я сгорел я работа так сильно что я сгорел просто темнота упала я был обязан и найти ответ что со мной что ты со мной потому что я я потерял мой художественную я потерял нету никаких чувств то есть образ потерян потерян был не было вот этого импульсива выступать зажигать людьми что-то я был мертвый то есть апатия к жизни было и апатия к творчеству было в жизни это оба они были вот так параллельно если понятно и я как-то потерял свою профессию чтобы получить профессию назад я связался с одном через знакомство чтобы никто не чтобы никто не узнал не проблем он был ведущий профессор ведущий психиатру фига дичи за пустыму познакомиться с теми он же у меня это психотерапии и ходит ему это психотерапии чтобы узнать что со мной потому что мне нет усилий работать и я не умею я потерял что-то вот как вот этот огонь потерялся он там со мной беседовали позиция потом он вдруг сказал ведь я не знаю что то сделать я не знаю я проверили я не как мы называем и найду ничего у тебя в америке мы называем это депрессией и сразу таблетки таблетки время не было это было 1980 они даже такой терминология не было депрессия но не был такой аут сгорел понимаю работая я работал так что я сгорел а этого не знали это называется первый шаг это был уже депрессия и для этого психотерапия нужно бы помогать и есть тогда глубокая депрессия куда уже нужно таблетки брата ну вот он психиатр не нашел мне вот этого такой причины и он сказал идти и вперед это пройдет и не прошло не прошло потому что это было от бога бог мне остановил психиатр не знал что со мной а бог сказал это было время если врач не нашло не нашел ответа то я обратился к богу на душа христиан когда осталось а только бог и пистолет и пистолет да даже такой вариант да я думал что я сделаю я совершу последнюю молитву потому что нету смысла продолжать это уже называется глубокая депресс глубокая депресс который хочет окончить окончить твою жизнь депресс уже нету никакого ведения жизни почему жить жизнь не дает тебе ничего почему жить но христианская семья молитвы отца у юности в собрании хотел плюс филе они же христианская земля на каждом 100 метров 200 метров какая-то церковь или молитвами дом стоит и у тем более филе они было очень сильное пробуждение в то время люди ходили тысячи люди собирались на собрание потому что было до пробуждение туда наверное и в таллинн я так думаю я так думаю что тогда она пришла то было такое время что было очень трудно смотреть на этого что верующих я так думал что верующие не может быть собираться так много тупых людей может быть я тупой они они я зашел туда по саммаз масса я считаю что верующие до непонятные люди крыша полетела но я услуг также не нужно сказать про свои родители но я считаю что это невозможно что так много тупых людей собралось а в одно место мне нужно пойти посмотреть что они там делают я слушаю проповедь я слушаю то что творится но вера не приклеивается я не понимал в чем дело и потому мое решение было что нет я кончу свою жизнь я оттуда не получил никакого ответа но я решила еще одну молитву совершу если есть бог потому что они заговорили там на собрании есть бог и люди там исцелялись а но я думаю что это как трюк только там идет это какой-то духовный шоу но моя молитва была серьезная есть ты бог истина существуешь то помоги мне но вот это интересная молитва я не просил у бога помощь в моем трудную ситуации а я просил прощение мои грехи потому что это уже было знак что святой дух был там святой дух когда придет он покажется грех я почувствовал себя грешником и мне напала такой страх если я теперь это расстреляю себя а если есть бог а есть ад но никто же вам не говорил об этом ну что вы грешник да нет я только вдруг почувствовал себя огромным грешником я боялся если есть бог то я точно знал что я не буду на небесах а я буду от и вот это страх причина почему я поставил пистолет пошел на колени и думаю прости мне господь если ты существуешь я хотела я хочу какой-то знак я хочу увидеть тебя иисус и то что случилось а там дома может быть один на один с богом но много спрашиваешь что случилось а что то там случилось потому что я живу здесь я верю бога да я встретил бога это был переломный вечер или ночь это был ночь переломный ночь и с тех пор насколько радикально категория то есть насколько радикально резко вот ваша жизнь поменялась резко 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 очень резко может не это стало столь ярко выражено в ваших вашем профессионализме можно вашей профессии да можно сказать даже если так до смене пришел даже какой-то фанатик вот пожалуйста фанатик и затем бог открыл уже в христианском творчестве двери потому что это эти дарисы равно что там уже денег не было так как раньше было понятно я вам что-то другое было даже это фанатик и сказать где они собирают такс налог как это называется государственные налога и рс у нас рс налоговая да они хотели потай потянут меня в суд они не верили что мои доходы провалились серьезно да ты прятаешь где-то деньги ты прятаешь и меня спас он сегодня мой один из самых близких друзей кто-то посоветую мне а ну-ка в телефон позвони этому адвокат а то это такс они одеть в выкручу они не веришь они не верят отказаться так что ты прятаешь деньги где-то и они хотели потянут меня у банкрот личный банкрот потому что они верят докажи что ты докажи что ты не заработаешь ничего а как как можно доказать что ты ничего не заработаешь и вот этот я получил хорошего адвоката и он доказал этими что правда даже он дал свидетельство что он искренне верующий он не этот адвокат сказал ты знаешь я дал гарантию я им был что он верующий потому что они думали что ведь я придумал какой-то трюк верующий а денег прятаете но он очень хороший адвокат был мы попали на на какой-то компромисс они это потянули эти бумаги назад что в этом не банкрот и сказали заплати вот эту сумму денег хорошо заплати эту сумму мы верим что и с платить туда большую сумму заплатил они так вы считали что может быть ты обманываясь это было огромную сумму который над это папа ты обманываясь в тебе до киеву доходы но это адвокат мы как-то доказали что нету доход но заплати эту сумму то оставить так что бог и туда помогал мне вот насколько резко поменялся ваш репертуар и под воздействием речь его под воздействием чего слишком слишком резкую сегодня можно сказать потому что христианский фанатизм это не от бога хочет а горячий да ты горишь как казак как петро если не веришь уход люди больше боялись то есть фанатик христа ради да да но все равно так нельзя делать так нельзя делать но все-таки вы начали петь христианские песни бог помогал был вопрос относительно 7 насколько жена поддерживает вас сопутствует содействует вам здесь есть как этот грустным грустно продолжаете молиться я уже мне нету силы потому я хотел бы что другие начали тоже молиться свою жену а ну-ка время вам тоже молиться о да да потому что задал вопрос был задан вопрос и мне подсказывать поэтому мы будем молиться если господь сделал это вашей жизнь да да она может сделать это это чудо это даже иногда не понимаю почему я уже 30 32 года в верующей 32 а жена все но это уже это уже мир это живется но все равно осталось да 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 но жив господь жив господь но может быть это наказание меня я это 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 моя потому что сколько мой отец молился за меня они молились тридцать семь двадцать семь подумаем папа но не 37 потому что я все равно ходил собрание с папой да ну сколько мне было 11 12 поняла когда у меня уже самого ли попадет на не приду на собрание а уже не приду на собрание и папа на сильно тяну после этого я начал заниматься и потом пробился как артист уже то папа все время молился чтоб сын виктор вернулся вы назад так что если он молился 30 лет то и мне пришло молиться 30 лет что сеешь тоже наш ну это не вечер для того чтобы я выражал в роли ведущего своем но мы будем молиться виктор и тем более вы попросили это наших зрителей абсолютно они подключатся помогайте помогайте помогать и мы верим что все таки если одна сторона в семье христианка освещается слова божьим и молитвой поэтому пусть это будет в вашим у нас время у нас осталось 30 секунд ой а я хотел так любое время мы приглашаем вас на канал спасибо за счастье простите если они так выступать вас хорошо получилось простите моего русского языка нет вы старинный славянский язык который сейчас но мы поняли виктор пусть бог благословит и дальше в вашем творчестве в вашем нужном деле благом деле благословенном спасибо да благословит господь вы были на телеканале импакт это была программа влияние с нами был виктор клеменко оставайтесь на импакте влияйте вместе с нами иисус христос любит вас мы также любим вас будьте благословен а